Неверующие люди часто недоумевают, зачем православные детей в монастыри за собой таскают. Тавить, как они убеждены, хотя там порой никогда и не были, детей с утра до вечера заставляют ходить на службы. Спят они на жестких кроватях, на досках, едят хлеб и воду, а потом еще ходят на послушание, выполняют тяжелую грязную работу. По этому поводу расскажу историю из монастыря Царственных Страстотерпцев, откуда недавно вернулся. Утром за завтраком в трапезной ко мне подошел мальчик лет шести, который приехал в монастырь с своим папой. Подошел ко мне, посмотрел на венские вафли у меня на тарелке и сказал, дядя, а можно их понюхаю? Я говорю, может даже не только понюхать, но и съесть. А он покачал головой, спасибо, не буду, я силу воли тренирую. А где еще тренировать, как не в монастыре? И пошел на улице гулять. Там его ждал снегоход и горка, прямо рядом с паломническим центром. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok